Всем привет, друзья! Это новости на AndroidInsider.ru. С вами традиционная я, Юля, и это 36 выпуск. И сегодня мы будем говорить о новых китайских и корейских флагманах, сегменте люкс, умных часах, слухах и не будем касаться анонса от Google. Про него на нашем канале вы найдете отдельный материал. Новый Virtus Signature Touch – самый мощный элитный смартфон. Сегодня производителям элитных телефонов уже недостаточно заботиться лишь о дизайне и премиальных материалах. Владельцам таких устройств нужно как минимум иметь возможность проверить электронную почту с обложениями всех современных типов. Мощный смартфон им явно не помешает, и компания Virtus спешит его предложить, не отступая от сложившихся традиций. Второе поколение Virtus Signature Touch официально представлено, и в этом смартфоне высокая производительность сочетается с высокой стоимостью. Компания оснастила смартфон процессором Snapdragon 810, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Смартфон предложит 21-мегапиксельную камеру с возможностью съемки 4K видео, Full HD экран в 5,2 дюйма и аккумулятор емкостью 3160 мАч. Но Virtus не отступила от собственных традиций. Большой экран покрыт сапфировым стеклом, о котором владельцы iPhone пока лишь мечтают. Корпус смартфона это титан, керамика и кожа, 4 цвета, 8 вариаций и от 9900 до 20900 долларов за один смартфон. Это новый Virtus Signature Touch, который начнет продаваться 16 октября. Pebble представила умные часы Time Round. Pebble известна всем благодаря умным часам собственной разработки. Продвижение ее продуктов происходит через удобный сервис Kickstarter, где завоевывающие внимание потребители стартапы успешно получают необходимые средства для дальнейшего продвижения. Все предыдущие разработки компании основывались на прямоугольных дисплеях. Теперь пришло время представить пользователям первые круглые часы Pebble Time Round. Их особенность заключается в первую очередь в форм-факторе. Pebble Time Round являются самыми тонкими и самыми легкими умными часами на рынке. Их толщина составляет всего лишь 7,5 мм, а вес равен 28 граммам. На передней панели расположился круглый дисплей в 1,3 дюйма, выполнен по технологии E-Ink. Особенность дисплея заключается в возможности отображать до в 16 различных цветов. Часы работают от одного заряда батареи всего двое суток, а 15 минут заряда хватит на 24 часа использования. Прошлые поколения Pebble работали около недели без подзарядки. Уменьшился показатель в угоду тонкости. Они действительно очень тонкие. Шагом назад стал отказ от водонепроницаемости, которая присутствовала в первых двух поколениях. Цена часов составляет 249 долларов. За доплату в 50 долларов кожаный ремешок заменят металлическим. Предзаказ доступен уже сейчас. Поставки Time Round стартуют в ноябре. Meizu представила Pro 5 и Flyme OS 5. На мероприятии под названием GoPro был представлен новый Meizu Pro 5, первый представитель обновленной линейки Pro. Мы уже говорили о планах Meizu по созданию не просто мощного телефона, а смартфона, который будет хорошо работать и впечатлять пользователей своей стабильностью. Именно этим и займется Meizu Pro 5. А поможет ему в этом восьмиядерный процессор Exynos 7420 от Samsung. Компания считает, что Snapdragon 810 от Qualcomm – это недостаточно хорошее решение. Стоит упомянуть, что Meizu Pro 5 будет продаваться с 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти. Минимальный объем встроенной памяти составляет 32 гигабайта. Графика Mali T760 MP8. Meizu Pro 5 оснащен современным разъемом USB Type-C. Собственная технология M-Charge позволяет за 30 минут зарядить аккумулятор Pro 5 емкостью 3050 мАч на 65%. Смартфон оснащен 21-мегапиксельной камерой Sony IMX 230, которая сделает снимок за 0,7 секунды. Также в Meizu Pro 5 вы найдете сканер отпечатков пальцев, поддержку технологии управления M-Touch и M-Back и новый аудиочип, обеспечивающий хорошее качество звучания. Убедиться в том, что звук хороший, помогут приложения Fly Music и новые наушники Meizu EP31. Meizu не та компания, которая умеет заинтриговать уникальным дизайном. Pro 5 выглядит точно так же, как другие смартфоны компании. У него металлический корпус и Full HD-экран в 5,7 дюйма с изогнутым стеклом 2,5D. Meizu Pro 5 будет работать на фирменном Flyme OS 5. Flyme OS 5, по заявлению Meizu, стала не только быстрее. На ней смартфоны Meizu будут жить от батарей на 11% дольше, чем он приходил с Flyme OS 4.5. Смартфон будет доступен 12 октября. Версия с 32 гигабайтами памяти и 3 гигабайтами оперативной памяти обойдется в 439 долларов. В погоне за характеристиками можно купить Meizu Pro 5 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной за 486 долларов. OnePlus Mini засветился в тесте Antutu. Этот год не стал прорывным для китайской компании OnePlus. С выпуском второго поколения они наделали кучу ошибок. Маркетинговая компания строилась очень сомнительно. OnePlus One стал по-настоящему убийцей флагманов. Топовая начинка и интересный дизайн сотрудничества с Cyanogen все это сделало компанией имя. OnePlus известна по всему миру, но ребята переоценили свою значимость на рынке. Именно поэтому OnePlus готовит новый девайс OnePlus Mini, цель которого еще сильнее снизить ценник на аппараты компании, жертвуя при этом начинкой девайса. Согласно Antutu, OnePlus Mini оснастят Full HD дисплеем, процессором Mediatek MT6795T с тактовой частотой 2,2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступит серия PowerVR Rouge G6 200, а количество оперативной памяти будет равно 2 ГБ. Смартфон также получит 32 ГБ встроенной памяти и 13-мегапиксельную заднюю камеру. А поставляться девайс будет с предустановленным Android 5.1.1 Lollipop. К слову, в тесте Antutu аппарат набрал 54 311 попугаев. И если OnePlus One можно было назвать убийцей флагманов, OnePlus Mini скорее спаситель компании. Расширен список поддерживаемых CyanogenMod смартфонов. В своем официальном блоге Cyanogen сообщила о расширении числа смартфонов среднего уровня и бюджетных девайсов, на которые может быть установлен бесплатный кастомизированный дистрибутив Android CyanogenMod. Компания отмечает совместимость своей версии OS с устройствами от Xiaomi, Motorola и Oppo. Ранее компания прекратила свое партнерство с OnePlus. Пользователей этой операционной системы больше, чем тех, кто работает с девайсами на базе OS от Windows и BlackBerry. В этот список вошли в том числе модели Moto E и Moto G 2015 года, Xiaomi Mi 4, новые девайсы Willi Fox и немало умных телефонов от более известных компаний LG, Samsung и HTC. Смартфоны базируются на необычной кастомизированной версии операционной системы Android. По слухам, со временем может появиться ноутбук этой компании под управлением Linux, который весьма вероятно также будет модифицирован. Таким образом, CyanogenMod не является единственной необычной версией Android. В число поддерживаемых CyanogenMod, как сообщается в заметке, впервые со времен CMC, вошли девайсы Huawei, Honor 4, Honor 4X и Huawei Snap 2. Поддержка таких флагманских смартфонов, как Samsung Galaxy S6 и LG 4, до сих пор продолжается. Для тех, кто хотел бы кастомизировать свой смартфон, новость о расширении списка поддерживаемых CyanogenMod означает возможность попробовать эту версию Android. На начало августа 2015 года у CyanogenMod было 50 миллионов пользователей. Эту операционную систему можно считать весьма значимой. Ранее сообщалось, что в результате партнерства с Microsoft голосовой ассистент Cortana будет интегрирован в следующую версию операционной системы от Cyanogen. Под управлением CyanogenOS работают представленные недавно смартфоны Eureka и Euphoria от компании U. Новый смартфон от LG оснастят двумя дисплеями. В ближайшем будущем компания планирует представить девайс, который способен удивлять. Девайс под кодовым названием V10 представят уже 1 октября. Вероятно, речь идет об LG G4 Pro, а его внешность еще раз это доказывает. Устройство оснастят двумя фронтальными камерами и двумя дисплеями. Первый дисплей обычный, второй в свою очередь расположен между основным дисплеем и верхним динамиком. На нем будут располагаться иконки приложений. Выполнен он, скорее всего, по технологии OLED и будет работать практически всегда. Это даст возможность пользователю запускать интересующие приложения без дополнительных действий. Второй дисплей расположился не по всей ширине корпуса. Слева от него две фронтальные камеры, о которых мы упомянули ранее. Никакой информации о технологических параметрах и принципе реализации работы двух камер пока нет. Однако в остальном известно, что LG G4 Pro оснастят Quad HD дисплеем в 5,7 дюйма, шестиядерным процессором Snapdragon 808, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, а также 16-мегапиксельной задней камерой с лазерной фокусировкой. Как и в случае с LG G4, кнопка питания и кнопка регулировки громкости расположатся на задней части корпуса. Зато теперь вы сможете смотреть на экран смартфона, пока вы смотрите на экран смартфона. Ну а нужно ли это решать вам? И на этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами, следите за миром Android в нашем приложении, подписывайтесь на Instagram, оставляйте комментарии. С вами была Юля, до встречи через неделю. Всем пока! Нет! Нет, ты не будешь с ним проводить новости. Брось птицу, проведи новости и потом будешь проводить. Нет, хочу с ним. Нельзя.